Всем привет! Меня зовут Тим, и сейчас я расскажу вам о самых запомнившихся мне играх с ЦСКА в преддверии нашей с ними решающей игры. Получится эдакий спецвыпуск истории болезни, благо нам есть чего повспоминать. В 21 веке мы неприлично часто играли какие-то решающие и судьбоносные матчи с армейцами. Все-таки после исхода Спартака именно мы и ЦСКА заняли нишу главных фаворитов любого первенства, и были ими, наверное, лет пять. Конечно, именно в играх между нами и решалась судьба высоких мест и трофеев, а сюжет игр был закручен до предела. Первым и главным матчем 21 века, который вспоминается в этой связи, является, конечно, золотой матч 2002 года. В том чемпионате мы долго лидировали, мы обошли, наконец, Спартак, мы обыграли по сумме двух встреч тот же ЦСКА. Но чтобы сделать последний шаг и взять столь долгожданный трофей, нужно было собраться на еще одну, 31-ю игру и вновь обыграть ЦСКА. Такие игры просто не могут проходить результативно, по крайней мере, если тренеры хоть что-то соображают, а уж Семен с Газаевым соображали получше многих. Удивительно, но в четверг, спустя 12 лет, участие в матче теоретически могут принять сразу три игрока, которые принимали участие в этом золотом матче. За ЦСКА тогда играли Рахимич и Алексей Березуцкий, а в центре нашей обороны заметно выделялся Игнашевич. Немало о том матче может рассказать Сергей Овчинников, который ныне работает в ЦСКА, а в том сезоне защищал наши ворота. Слава богу, тогда хоть и пришлось нервничать все 90 минут, но это были нервы томительного ожидания. Наш великий и единственный в своем роде Дмитрий Ласьков распечатал ворота Нигматулина уже на шестой минуте. А уж в том, что если надо, то Локомотив может повесить амбарный замок на свои ворота, особых опасений никогда не было. Очень завидую тем людям, которые были в тот день на стадионе Динамо и болели за Локомотив. Стать свидетелями первой за почти 70 лет победы любимого клуба, такое уже никогда не повторится. Я же был страшно счастлив и горд за Локомотив стоя у телевизора, хотя мне и было немного жалко Руслана Нигматулина, моего любимого игрока, который заслужил быть чемпионом в составе Локомотива, но второй раз в карьере выбрал не тот клуб. Всего спустя несколько месяцев Локомотив и ЦСКА вновь сражались за трофей. Это был розыгрыш первого Суперкубка России, и вновь победу праздновал Локомотив, хотя на этот раз далась она труднее. Лишь в серии пенальти мы обыграли усилившихся перед очередным годом армейцев. В тот год ЦСКА обыграл нас дважды и завоевал свои первые золотые медали РФПЛ. В 2004 мы уже дважды обыграли ЦСКА и каким-то невообразимым усилием вернули себя в гонку за золотыми медалями, а затем и выиграли их, за что стоит сказать особое спасибо динамовцам. История, как говорится, ходит по кругу. И здесь же можно вспомнить, как в 1998 году ЦСКА выиграл 14 из 15 встреч второго круга, а единственное поражение нанес ему наш Локомотив. Но раз уж мы говорим о памятных встречах с ЦСКА, то две игры летом 2005 и весной 2006 для меня стоят особняком. Две очень похожих игры, между которыми прошло чуть больше полугода, на самом деле разделила целая пропасть. В 2005-м Локомотив нёсся на всех парах к следующему чемпионству, и только ЦСКА мог помешать Локомотиву взять третий титул. Несмотря на то, что впереди было ещё уйма игр, фактически именно этот матч должен был стать определяющим. Кроме того, мы к этой игре подошли в ранге рекордсменов, к тому моменту Локомотив не проигрывал 26 игр подряд. Феерическая развязка матча и удар лысой головой Пашинина на последних секундах никого не мог оставить равнодушным. 3-2 и отрыв от ближайшего преследователя, Зенита, составил 11 очков. Но спустя неделю Локомотив оказался бит по делу в Казани, а феерически игравший в тот сезон Дмитрий Сычёв получил ту самую траву, после которой он уже никогда не выйдет на свой уровень. Ещё спустя пару недель Локомотив вылетел из квалификации к Лиге Чемпионов, проиграв Рапиду и окончательно повалился. Начав раздавать очки направо и налево. А в конце сезона и вовсе случилось самое страшное, что только могло произойти. Сёмин вернулся из сборной, но не в родной Локомотив, а в Динамо, а вслед за ним ушли Босс и Хохлов. 2005 год вместо третьего чемпионского титула обернулся началом затяжного падения. И последнее светлое, что я помню от того сезона, тот самый удар Пашинина на 90-й минуте матча. В 2006 год мы встречали уже с практически новой командой и словолюбом Муслиным во главе. В межсезонье к нам пришло 12 новичков, которые быстро расхватали позиции на поле. Привыкала команда к новым реалиям долго. Вылет из Кубка Уэфа, вылет из Кубка России, проигрыши Крыльям и Нальчику. Всё это никак не добавляло радости после кошмара конца 2005 года. Очередной пан или пропал, выпал на матч с ЦСКА. Знающие люди говорят, что Муслин действительно висел на волоске от отставки, и только победа над ЦСКА чемпионом и лидером турнирной таблицы могла его спасти. Круг замкнулся. Матч прошел почти по тому же сценарию, что и за полгода до того. Сычев поймал Акинфеева рикошетом, затем ЦСКА забил нам два мяча и, казалось, поймал свою волну. Но Гарри Аконнор, тогда еще не начинавший свое утро с пары бутылок пива, очень полосковски положил мяч в угол ворота Акинфеева в начале второго тайма. Ну а концовка и вовсе заставила бегать по квартире восьмерками и радоваться. Какой-то серп из привезенных Муслиным подкараулил отскок после углового и шандарахнул со всей силой под перекладину. Через шесть лет этот серп выиграет Лигу чемпионов, хотя и не сыграет в финале против команды Олеча, а через семь точно в таком же стиле на 93-й минуте принесет своему клубу Кубок Лиги Европы. Победа над ЦСКА стала настоящим возрождением клуба. После него мы провели 18 матчей без поражений, достигли первой строчки турнирной таблицы и безоблачного, как нам тогда казалось, будущего. Что произошло дальше, вы знаете. Муслина уволили под странным предлогом, а вместо него назначили Олега Долматова, того самого, который выиграл с ЦСКА 14 из 15 встреч в 1998 году. Вспоминать следующие игры с ЦСКА не очень приятно. Мы проигрывали с Бышевцем, мы проигрывали с Рахимовым, в том числе и в Кубке. И хоть счет был всего 0-1, очень странно, что нам не залетело тогда больше. Больше залетело в следующей игре. Проиграли 4-1, и это действительно отражало расклад сил. За короткое время ЦСКА выровнял статистику встреч с нами, а по трофеям и вовсе улетел далеко вперед. Без времени седьмые места временно прекратились с приходом Семина. А первой проверкой для Юрия Павловича должна была стать игра с ЦСКА. И Семин сходу доказал, что ЦСКА для него был и остается удобным соперником. Вязкая игра, нервы на пределе, и по сложившейся традиции победный гол на последних минутах. Алан Гатагов, обнявший судью прямо на поле, тогда еще играл в футбол, а Маринато Гильерми только осваивался в воротах Локомотива. В тот сезон мы почти доскакали до медалей, а должны были и вовсе заходить в Лигу чемпионов, будь на умов понастойчивей. Но все-таки, наверное, именно та победа над ЦСКА и тот забег Сычева остались главными впечатлениями от последнего на данный момент прихода Семина в Локомотив. Последние игры мы проводим против ЦСКА крайне неудачно. Вот и в первом круге проиграли абсолютно не по игре, да еще и вратаря своего потеряли. Причем первый гол ЦСКА забился штрафного, которого не было, а второй после явного подыгрыша себе рукой. Но все это уже история, и после драки кулаками махать не принято. Чтобы доказать, что то поражение было случайностью, нужно выйти и победить в четверг. Очередной все решающий матч между Локомотивом и ЦСКА. Мы уже привыкли. Расскажите, как вы смотрели золотой матч и как болели за Локомотив, а также какие еще матчи с ЦСКА вам запомнились и почему. Будет очень интересно почитать и обсудить. С вами был Тим, пока!